Привет, друзья! Наверняка с вами хоть раз случалась вот такая ситуация. Вы решили посмотреть фильм, выбрали себе ужастик, уже сели, приготовились расслабиться, испугаться и ничего не получается. Потому что от тупых поступков главных героев рука сама прикладывается к лицу, а вместо того, чтобы устроиться в кресле поудобнее, хочется не переставая кричать на экран, пытаться вразумить очередного, скажем так, неумного искателя приключений. Ну, бывало же, согласитесь? Приготовьтесь активно делать рука-лицо, потому что сегодня мы собираемся задаваться вопросами, которыми, к сожалению, никогда не задаются герои фильмов ужасов. Поехали! Зачем нарочно подвергать себя опасности? Ребятишки приехали и кончают с собой на свежем воздухе. О, боже мой! Кто вообще сегодня смотрит кассеты? Правильно, только персонажи фильмов ужасов. Но не завидуйте им. Ничего хорошего ни один герой в этих записях до сих пор так и не разглядел. А некоторые и вовсе не дожили до конца просмотра. Впрочем, попадаются и персонажи, которые пытаются схитрить самостоятельно встать за камеру. Но зло не проведешь. С его помощью эти умники в итоге и становятся главными героями ужасающих записей. Если вы герой хоррора и вам не посчастливилось наткнуться на загадочную видеокассету, не отчаивайтесь, в руки непременно попадется что-то другое не менее увлекательное. Например, книга заклинаний, загадочный свиток, дневник какого-нибудь усопшего или просто странные надписи на стенах заброшенного дома, оставленные кровью. Тянет все это немедленно прочесть? Что ж, тогда будьте готовы к тому, что ближайший уикенд вам придется потратить на очистку родного города от зловещих мертвецов и прочих тварей, восставших из ада. Зачем уезжать из дома, если в нем творятся ужасные вещи? Что бы вы сделали, если бы вдруг выяснили, что в вашем доме обитает злой дух? Демон, предлагаю вариант. Давай ты свалишь, а мы сделаем вид, что ничего не было. Если бы вы просыпались и видели на теле загадочные синяки, или установили бы в доме камеры, на которых отчетливо видно, как предметы перемещаются без чьей-либо помощи, на всякий случай дадим вам совет. Съезжайте из этого дома и поскорее, при первой же возможности. Уж лучше жить у друзей, чем в доме, где творится какая-то чертовщина. Учитывая, как скачет курс доллара, вы, конечно, можете подумать, что лучше сэкономить? Нееет. Беги! Правильно, нужно сматываться, не думая, сколько такой переезд будет стоить и без сожаления даже понажитым годами богатством. Но, к сожалению, если бы главные герои фильмов ужасов руководствовались нормальной человеческой логикой, снимать было бы попросту нечего. Ты мозгой не шевелишь! Зачем проверять, действительно ли злодей мертв? Если мы попробуем перечислить все фильмы, в которых главный герой наносит злодею рану, а затем забывает про него, решив, что все кончено, ролик получится на добрых пару часов. Потому что по какой-то непонятной причине никому и никогда в голову не приходит проверить, действительно ли мертв главный злодей. Однако, некоторые персонажи своей тупостью переходят абсолютно все границы. Практически всегда, прежде чем добить врага, герой типичного фильма ужасов просто обязан поведать зрителям о своем тяжелом детстве, поделиться психологическими переживаниями и прочей чепухой. Зачем? Почему? Хочешь выжить? Сначала добей, а потом уже веди светскую беседу. И почему всегда главные герои выстрелом попадают куда-то в левый мизинец правой нижней ноги? Понятно, что после такого сокрушительного удара сможет выжить только Годзилла. И все же этого недостаточно. Советуем расплющить злодея, сжечь и остатки выкинуть в открытый космос. Только после этого у вас появится надежда дожить до сиквела. Зачем вызывать полицию? О, а это вообще самая распространенная ошибка всех фильмов. Нет, разумеется, если вы позвоните в полицию и скажете, что вас терроризируют призраки, за вами, скорее всего, уже совсем скоро приедут люди в белых халатах. Но когда на тебя охотится маньяк, вполне реальный живой человек, представляющий опасность, почему бы не позвонить в полицию? Так, всем оставаться на своих местах. Так, Кейси, ты умная девочка. Слышишь ведь, что голос подозрительный? Потому что я хочу знать, на кого смотрю. Положи трубку. Нет, нет, Кейси, положи трубку и сразу вызывай копов. Ну неужели, блин, это так сложно? Да. Я же просил не бросать трубку. Ну, видимо, сложно. Зачем вести себя в укрытии тихо? Иногда, когда наблюдаешь за героями, которые сидят в укрытии, невольно начинаешь подозревать, что им на самом деле хочется умереть. Потому что, казалось бы, что сложного не шевелиться, не чихать, не кашлять, не двигать предметы. Однако, по всей видимости, просто стоять и не издавать ни единого звука для героев фильмов задача невыполнимая. А героев из фильма «Тихое место» мы вообще отказываемся обсуждать. Действительно, почему бы в мире, где вообще нельзя издавать ни звука, не прихватить с собой из магазина игрушку, которая издает эти самые звуки? Зачем разделяться на группы, когда вместе безопасней? Вы идете в обход, займете с мужиком в дробилке, выберете жирного. Если в доме отрубилось электричество или кто-то потерялся, по традиции нужно обязательно решать проблему порознь, чтобы нечисти было легче вас отловить по одному. Но если вы не любите лишаться нужных частей тела и подвергаться любым другим пыткам, не повторяйте чужих ошибок и везде ходите огромной толпой, желательно с чем-нибудь тяжелым или острым в руках. Такой разрыв шаблона до смерти напугает любого маньяка. В общем, друзья, дадим вам совет. Не смотрите фильмы ужасов. Одно расстройство. Смотрите лучше комедии. Там тупость хотя бы оправдана. До скорого.